Всем привет! Совсем недавно я приобрел себе мультиметр, и теперь у меня появилась тема для разговора. Когда выбираешь мультиметр, невольно обращаешь внимание на его характеристики. К характеристикам можно отнести такие параметры, как максимальное напряжение, которое он может измерить, максимальный ток, всякие дополнительные функции, такие как измерение частоты, температуры, автоматический диапазон или ручной, ну и многое другое. Однако есть такие характеристики, на которые смотришь и не понимаешь, что они означают. Как вот в данном случае. Тут написано 5,1 digits. Что это значит? Давайте включим мультиметр и посмотрим. 5,1 digits означает разрядность данного мультиметра. Разрядность это количество символов, которые он может вывести на экран. Но при чем здесь 1,2, 5? Да тут все просто. 5 означает, что у нас 5 младших разрядов полноценные. То есть они могут изменяться от 0 до 9. А 1,2 значит, что самый старший разряд у нас урезанный. И он может изменяться всего лишь от 0 до какого-то значения. До какого значения он может изменяться? Тут зависит все от количества отчетов данного мультиметра. Но на словах это не очень понятно. Поэтому давайте запустим блок питания. А он не включен тут. Вот. И продемонстрируем наглядно, как это все работает. Итак, подключили клеммы нашего мультиметра к блоку питания. И теперь можем производить измерения. Но еще хотелось бы затронуть тему такую, как количество отчетов. Так как я про нее сказал, но не рассказал, что она значит. Количество отчетов обычно пишут на корпусе мультиметра. Вот как в данном случае. 6 тысяч отчетов. Ну или же как у большого мультиметра. У него написано в документации. 240 тысяч отчетов. Это число. Максимальное число. Которое мы можем увидеть на экране. И оно тесно связано с разрядностью. Как я уже сказал, 1,2 обозначает, что самый старший разряд у нас неполноценный. Так вот. Он может изменяться от 0 до 2 в данном случае. А в случае вот этого мультиметра он может изменяться от 0 до 6. Так как максимальное число 6000. Надеюсь понятно. Идем дальше. Итак. Подаем напряжение с блока питания. Смотрим сейчас у нас 1,2 вольта. И начинаем потихоньку его увеличивать. Все внимание обращаем на самый старший разряд. Так как я уже и сказал, он не может стать больше двойки. Но сейчас это и проверим. Итак. Смотрим. 1,9. 2. 2,1. 2,2. И все. Мы уже перекинулись в другой предел измерения. До 20 вольт. Давайте отмотаем назад немножко напряжение. 2 вольта. 1,9. Но почему не 240 тысяч мы тут видим? Все дело в гистерезисе. У данного мультиметра он довольно-таки большой. Это сделано для того, чтобы не было постоянной болтанки чисел. То есть перекинулись из одного предела в другой. И это сбивает с толку. А так мы видим. Есть гистерезис. Он позволяет нам спокойно перейти границу. И проводить измерения дальше. Так вот. Сейчас мы проверили это на большом мультиметре. Но хотелось бы также посмотреть и на более простом. Так как обзор у нас касается общих мультиметров, а не только этого. Поэтому давайте смотреть. Итак. Поставил я два мультиметра вместо одного. Но так будет нагляднее видно. У каждого из них 6000 отчетов. Давайте подадим напряжение. И посмотрим, что они нам покажут. Так как тут 6000, то можем смело крутить до 6 вольт. 5,6. Вот 6 вольт. Вот то я резко перекинул. Кстати говоря, смотрите. Этот уже перекинулся. А этот до сих пор нет. То есть у этого немного выше предел измерений. Так как это старшая модель. А это довольно-таки старый мультиметр. Ну все. Они оба перекинулись. И теперь предлагаю вам самостоятельно узнать. Какая разрядность у данных мультиметров. Так как мы тут видим 3 полных знака. Это значит 3 целых. И один знак у нас урезанный. Так как он может показывать от 0 до 6. Значит у нас 3 целых, 1 вторая диджитс. С этим разобрались. Теперь предлагаю затронуть еще одну интересную тему. Следующая тема, на которую хотелось бы поговорить. Это TrueRMS. Думаю, многие из вас видели такую надпись на корпусе мультиметра. Но что она значит? Это означает, что данный мультиметр может измерять переменное напряжение и переменный ток различных форм. Не только синус, но и там треугольник, прямоугольник и прочее. Для демонстрации данного измерения нам потребуется еще генератор сигналов. Но предлагаю перейти к доске, на которой я чуть подробнее объясню, что такое TrueRMS. Итак, давайте изобразим график, на котором будет отображено напряжение и время. Тут у нас время, тут у нас напряжение. А также нарисуем синусоидальный сигнал. Вот такой, допустим. Вот. Как произвести измерение действующего значения напряжения? Для этого существует формула. У равняется. У амплитудная разделить на корень из двух. У амплитудная у нас находится вот тут. То есть это амплитуда синусоиды. Ну, корень из двух это 1,41. Так вот. Так действуют мультиметры без TrueRMS. Мультиметры же с TrueRMS работают немного по-другому. С чем это связано? С тем, что вот такая синусоида может получиться только с генератора сигналов, которые у меня на стенде. Но в реальном мире она будет либо зашумленная какая-нибудь. Вот такая. Либо же будет в одном месте больше, в другом месте меньше. Ну, что-то типа такого. Так как потребители бывают разные. И из-за этого эта формула уже работать не будет. Тогда придумали новое измерение TrueRMS, которое разбивает всю эту временную диаграмму на отрезки. И на этих отрезках производит измерение. Потом это все складывается и уже выводится в реальное значение. Вот отсюда и получилось значение True. Надеюсь, вам немного стало понятнее, как это происходит. И теперь можно переместиться к генератору и посмотреть это вживую. Подключаем щупы нашего мультиметра к генератору сигналов. И давайте переключимся в режим AC и подадим напряжение. У нас тут синус с амплитудой 2 вольта. Тут написано 4 вольта, но это пик-ту-пик. Значит, амплитудная всего лишь 2 вольта. Подаем напряжение, смотрим. На выходе у нас 1,41 вольта. Так как мы знаем формулу для нахождения действующего значения идеального синусоидального сигнала, то можем проверить наш мультиметр. Для этого воспользуемся калькулятором. 2 разделим на корень из 2. Это 1,41. И увидим значения примерно те же, что и на мультиметре. Ну, все это круто. Это идеальный сигнал. А теперь давайте поменяем форму сигнала, допустим, на треугольную. Вот, видим, тут немного изменились значения. Но мы ведь знаем формулу и для треугольного сигнала. Она отличается от синусоидального всего лишь на корень из 3. Ну, точнее, там мы делим на корень из 2. А для синуса, точнее, для треугольника делим на корень из 3. Корень из 3 это 1,73. Получаем 1,56. Ну, как видим, тут уже 3RMS немного подбирает нам. Но, в принципе, все в пределах погрешности. Теперь давайте переключимся на прямоугольный сигнал. Амплитуда 2 вольта. В принципе, мы их и видим. То есть, в данном мультиметре функция 3RMS работает нормально. Теперь же давайте возьмем мультиметр подешевле. И посмотрим, как он будет нам отображать реальное значение, точнее, true значение переменного напряжения. Итак, подключили наш мелкий мультиметр. Также я сюда кинул клеммы от эталонного мультиметра. Буду его называть эталонным, так как он презенционный. И я имею на это полное право. Подключаем сигнал. И смотрим. Тут у нас 2 вольта. Тут 2,2 практически. То есть, этот уже немного привирает. Давайте изменим форму сигнала, допустим, на треугольную. Как видим, тоже погрешность есть. Но уже немного меньше. Теперь перекинемся в синус. Ну, на синусе практически, ну, я бы сказал, даже идеально. Но теперь он перелетел. Сейчас он успокоится. Ну, в принципе, можно считать, что синус он отображает правильно. Отсюда можно сделать, что данный мультиметр, ну, и вся линейка более дешевых мультиметров, могут отображать только синусоидальный сигнал и приближенный к нему. Допустим, там треугольный. Вот. Но еще, наконец, хотелось бы произвести дополнительный опыт. Сделаем гармонику для одного из сигналов. Для этого включим ей амплитуду определенную. Давайте, допустим, 3 вольта. Как видим, сигнал искривился. И посмотрим на отличия. Тут 1,5 вольта, а тут практически 1,8. Ну, как видим, с зашумленным сигналом данный мультиметр будет справляться плохо. Вот. Такой ролик у меня сегодня получился в лайв-формате. Не знаю, понравится вам такой формат, не понравится. Ну, а на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok